Принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в конституцию страны можно не выходя из дома. Таким правом может воспользоваться каждый житель Самары. Для этого достаточно позвонить на избирательный участок и заявить о своем желании. По словам членов избиркома, чаще всего к ним обращаются пожилые и маломобильные граждане, которые не имеют возможности попасть на участок самостоятельно. Мы выходим все в такой же экипировке, с нами всегда дезинфектор, которым мы опрыскиваем поверхности. В принципе люди доверяют, открывают, голосуют. Все члены избирательной комиссии, которые работают с людьми дома, пользуются масками, перчатками и специальными экранами. Средства индивидуальной защиты выдают и людям, которые голосуют. Мы предварительно еще отдаем индивидуальный пакет для голосования, в котором есть маска, перчатки, все необходимое, чтобы безопасно можно было проголосовать. Местные жители, которые решили голосовать дома, уже оценили преимущества процедуры. У Марины Ежовой трое внуков, и она старается реже бывать в общественных местах. Но для женщины очень важно исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании. Я очень благодарна, что сделали так, что можно проголосовать на дому. Я голосую с 18 лет и один раз только пропустила голосование, только по уважительной причине. А так я всегда хожу на избирательный участок и обязательно голосую, так как мне подсказывает мое сердце и мой ум. Голосование по вопросу изменений в Конституцию стартовало 25 июня. Все желающие могут исполнить свой гражданский долг заранее. Единый день голосования пройдет 1 июля. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.